Здравствуйте, меня зовут Рахматуллин Денис, учусь в 9 классе, мне 14 лет, занимаюсь боксом, хочу попробовать себя в джигитовке. Привет, Денис, ну вот расскажи, пожалуйста, ты же занимаешься боксом, откуда такое стремление заняться джигитовкой, ну ведь это же так опасно. Я нашел видео в интернете, мне понравилось, с какой легкостью они выполняют эти элементы. Еще с детства люблю лошадей. Скажи, пожалуйста, испытываешь ли ты страх вот перед тем, как первый раз сесть на лошадь и заняться джигитовкой? Страха не испытываю, но есть волнение, потому что лошади непредсказуемые животные, не знаю, что от них ожидать. Ну хорошо, я тебя сейчас познакомлю с необыкновенным наставником, и у него есть чему тебе поучиться. Ты согласен? Конечно. Андрей Чепурной – один из немногих в России, кто возрождает традиции джигитовки, утерянной в конце 20 века. В этом году он стал участником легендарного конного похода «Москва-Берлин». На коне вместе со своими соратниками Андрей прошел две с половиной тысячи километров. И сегодня он откроет Денису все секреты одного из опаснейших в мире искусств. На горе стоял казак, он о воду молился. Привет. Привет. Меня зовут Денис. А, Андрей. Я на сегодня твой инструктор по верховой езде, а также джигитовки. Так, ну, давай, наверное, начнем. Ну, чтобы начать, надо сначала переодеться. Хорошо. Для занятий по верховой езде обязательно нужно надевать шлем. Также главным атрибутом экипировки всадника являются сапоги. Они в джигитовке особенные, высокие и на тонкой подошве. Надев защиту, наши герои отправляются к лошади. Подготовка коня к тренировкам – кропотливый труд. Сначала животное чистят от кончиков ушей до копыт. Денис, ты смелее, не бойся. Денис, почистил коня-то хорошо. Давай крючок. Теперь приступим к седловке лошади и перейдем в манежную тренировку. Начинаем мы с вальтрапа. Пойдем в вальтрап на спину лошади. Вот, таким образом. Затем подник кладем. Седло у нас сегодня для джигитовки. Отличается седло для джигитовки тем, что расстояние между передней и задней луками несколько меньше, чем у обычного седла. При езде в казачьем седле ноги спортсмена идут вниз почти по прямой, в результате чего всадник как бы сидит на разрезе. Теперь приходим к подкруге. Подкруги должны висеть ровно, чтобы все не перекрутилось у нас. Все расправляем, проверяем, чтобы все было ровно. В принципе, технологию ты понял, да? Попробуй сам. Пинет ремень вверх. Все, достаточно. Отпускай. Последнее, что осталось сделать, это зацепить скашовку, то есть ремень определенной длины, который соединяет между собой стремена под животом лошади. Благодаря этой скашовке можно будет делать трюки. Сбором идти в манеж и начинать эту тренировку. Понятно. Денис, подходи к коню, вставай с этой стороны. Вот так вот. Вставляй левую ногу в стремя. Берись за седло. И таким рывком замазишь наверх. Все, молодец. Носок в стремени, пятка вниз, колени прижаты к седлу. С той стороны тоже самое. Бери в две руки повод. Так вот. Мизинец попускаешь вниз. С той стороны тоже самое. Большой палец прижимаешь сверху. А почему именно так? Так более удобно. И у тебя кулак сжат. И зафиксируем попут правильно в руке. На первом занятии сначала учится ездить по кругу манежа. Таким образом всадник привыкает к лошади и ее ритму. Для первого раза у Дениса неплохо получается. Во многом ему помогли занятия боксом и хорошая физическая подготовка. Денис, сейчас мы будем пробовать ездить рысью. Тебе для этого надо просто здесь седле, расслабить спину и стараться не упасть. А как стараться не упасть? Что для этого нужно? Держись ногами, как я сказал уже до этого. Вот. И двигай лошадь вперед. Можно начинать? Давай, да. Смелее, смелее, не бойся. После первой тренировки наставник и его ученик делятся впечатлениями от работы. Парень способный, молодец. Мне понравилось с ним работать. Очень интересно. Ну, у него почти уже не получается. Ну, осталось подработать некоторое время. Ну, думаю, время есть. Да, работает. Усилия приходится прилагать. Ну, в целом все хорошо. Настроение супер. Все очень понравилось. Лошадь хорошая, добрая. После того, как Денис научился уверенно сидеть в седле, наш инструктор перешел к урокам джигитовки. Джигитовка – это когда лихие всадники со всей легкостью и бесстрашием вскакивают на коня на лету, метко стреляют и управляют лошадью в любом положении. Важные качества для занятий этим опасным искусством – не только выносливость, храбрость и смелость, но и самое главное – любовь к лошадям. Ты должен в нем быть уверен, в коне. Должен быть уверен. Потому что доверие должно быть 100%. Ну, для того, чтобы выполнять этот трюк, нужно с конем, так сказать, слиться в единое целое. И только после этого получится работа. Так, Денис, сейчас я тебе покажу несколько элементов джигитовки. Вот один из них. Идем на лошади без стремян. Носки тянем вниз в сторону земли. Таким образом, натягиваем ногу, как струну пропадутую. И делаем взвод коня, так называемый. То есть правую ногу переносим через шею лошади. И спрыгиваем. Приземляемся параллельно к коню. Ни в коем случае не вот так. Только параллельно движемся. Только по направлению коня. Вот. И после-после залазим обратно. Сели. А вот вы как-то руками перехватывались. Денис, ты правильно заметил? То есть, при начальном выполнении элемента, у нас левая рука на передней луке седла. Таким образом держимся. Правая рука под ногой, под правой. Когда правую ногу перекидываем через голову лошади, мы руки перехватываем быстро. Таким образом. Раз. Вот. Нога опускается вниз. И вторая рука фиксирует такой замок. Получается, вот такой вот замок. Сверху руку кладешь. И уже приземляешься. Многих, как я показывал, носки тянем вперед. Стараясь тянуть их. Вот. И перебрасываем ноги. Через... Да, вот, молодец. Перехватываю руки. Давай, давай, перехватываем. Да, давай. Близь, пить, поп. Вот, я, ты ровно. И теперь сюда прыгиваю обратно. Взмахом ноги, давай. Давай, давай, давай. Хорошо. Ты зафиксировался. Молодец. Так, Денис. Переходим к следующему элементу. Называется стойка на стремени. Правую ногу освобождаем из стремени. Левая нога находится в стремени. Вот. Теперь правую ногу перекидываем резким взмахом ноги через круг. Таким образом. Раз. Два. И прижимаемся к лошади обеими ногами. Вот. После чего левую руку поднимаем вверх. Обязательно поднимать руку? Да, это считается выполненным. Что-то упражнение выполнено. На изучение одного элемента в среднем уходит целая неделя упорных тренировок. Но чтобы отточить его до совершенства, потребуются месяцы и даже годы. Все элементы выполняются строго на скаку лошади. И 30 километров в час на коне пробирает гораздо сильнее, чем 150 в машине. Все в целом понравилось. Буду дальше заниматься. Буду учиться новым элементам. В скором времени хочу научиться рубить шашкой. И попробую себя в конкуре. Выучив несколько элементов, Денис встает в ряд с настоящими профессионалами джигитовки. Для новичка у него неплохо получается выполнять трюки. А бесстрашные всадники, в свою очередь с виртуозным мастерством, демонстрируют нашему герою зрелищные и опасные номера, от которых даже у зрителей порой захватывает дух. Это искусство для настоящих мужчин и смелых женщин. Но, как говорится, безумству храбрых поем мы песню. Дайте коням мне до добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться. Русь молодая, силы немеряна, дайте коням мне до добрый меч. Братью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, сердцу дорога, да не пристала нам сидеть в пахатах. Дайте коням мне до добрый меч.